Всем привет! Я Александр Шевченко. На своем канале я рассказываю про аэросъемку, видеосъемку, путешествия. И сегодня в нашем обзоре я расскажу про новый дрон DJI Air 3. DJI наконец-то обновила линейку дронов серии Air, так как серия Mini и Mavic уже давно обновлены до серии 3. Теперь очередь дошла и до серии Air. И самое важное обновление, которое получил дрон, это то, что у дрона есть теперь две камеры. Первая камера точно такая же, как и в Mini 3 Pro, с светосилой 1.7, то есть довольно светлая камера, которая снимает довольно хорошо, при учете, что Mini это самый низкий сегмент в дронах DJI, но тем не менее Mini 3 Pro снимает просто потрясающе. Вторая камера получила фокусное расстояние в 70 мм, то есть это такое же фокусное значение, как и у Mavic 3 Pro на второй камере. У Mavic 3 Pro есть три камеры, первая это 24 мм, вторая 70 мм и третья 166 мм. Вот вторая камера 70 мм, точно такая же, как и в Mavic 3 Pro, установлена в новом Air 3. Теперь с наличием двух камер будет намного проще и легче снимать какие-то кадры, создавать историю, так как у вас есть возможность снять общий кадр на 24 мм, поснимать какие-то общие планы. Потом на этом же расстоянии, на этом же месте можно переключиться на X3, то есть это 70 мм и поснимать какие-то более крупные планы для более легкого монтажа. То есть мы можем снять общий план, более крупный, общий крупный. Таким образом на монтаже будет значительно легче работать с теми материалами, которые у вас уже будут после съемки. Также с презентацией нового дрона DJI презентовали новый пульт DJI RS 2. Этот пульт имеет точно такие же размеры, как и у стандартного пульта RS, все те же самые Full HD, 5,5 дюймов, только у нового пульта. Теперь появился новый процессор, возможность передачи изображения до 20 км. Появилось 4 антенны, что позволит передавать изображение между дроном и пультом более точно, более корректно, без каких-либо искажений на большем расстоянии. Раньше было 2 антенны, сейчас стало 4, и качество передаваемого изображения будет лучше, оно будет более стабильным на дальних расстояниях. Также у RS 2 появилось 32 гигабайта внутренней памяти, но по факту будет, наверное, гигабайтов 21, потому что все остальное будет занимать система. Ну и время работы пульта будет примерно составлять 6 часов. Вернемся к дрону. Сам дрон теперь будет летать примерно 46 минут, но по факту, конечно, это будет значение меньше, так как вот эти вот 46 минут, получается, в идеальных условиях, которых они замеряют, по факту, будет минут на 10 меньше. Также дрон получил возможность записи видео в 4К 100 кадров в секунду. То есть довольно хороший показатель, чтобы снимать в 4К 100 кадров для какого-нибудь хорошего, красивого, детального слоумо. То есть это большой плюс. Теперь Air 3 поддерживает HDR видео с двух камер в формате 4К до 60 кадров в секунду. То есть, опять же, это довольно хорошие показатели для HDR видео. Но я не знаю людей, которые активно бы применяли HDR в своих роликах. То есть это больше такой маркетинговый ход. Также появилась возможность 10-битного D-Log M и HLG. D-Log M это ужатый, скажем так, D-Log, который есть на стандартном третьем Mavic. Это серый профиль, который уже немного покрашенный, но имеет 10-бит. 10-бит означает то, что ваши кадры будут более сочные цвета, будет больше динамического диапазона, он будет лучше передавать насыщенность цвета и ту картинку, которую вы видите. Если же в сравнении снимать в обычном профиле. То есть у нас в дроне всегда цветные профили. Есть обычный, есть серый. И вот если мы выбираем серый профиль, у нас D-Log M. Картинка будет получаться немножко серее, но при этом на монтаже у нас будет больше возможностей для дальнейшей постобработки. Также в Air 3 добавили Active Track версии 5.0. То есть это более усовершенствованная версия, которая позволяет облетать препятствия, позволяет более четко следовать за объектом, который вы выделяете. Добавили функцию полета по точкам и обнаружения препятствий с четырех сторон. То есть раньше дрон видел только спереди и сзади. Сейчас еще добавили боковые центры для полного обнаружения препятствий по кругу вокруг дрона. Что еще интересного? В новом дроне добавили кейс для зарядки батарей. Они пошли по такому же принципу, как и у серии Mini, когда наши батареи заряжаются в зарядном чехле, но только здесь появилась новая функция, которая не была раньше в дронах DJI. Теперь мы можем вставить три батареи в зарядный чехол, зажать кнопку, которая у нас будет специально запрограммирована, и после зажатия этой кнопки наш зарядный чехол автоматически определит, в какой из батарей больше заряда, и передаст оставшуюся энергию из батарей, в которых заряды меньше, в эту батарею. То есть у нас образно есть одна батарея 50%, вторая 20%, третья 20%. То есть мы полетали, у нас вот две съехшие батареи. Но мы их высадили не в ноль, мы там высадили до процентов 20, кто-то 15, кто-то до 10 летает. Здесь не суть. И мы можем вот эту остаточную энергию перегнать в батарею, которая у нас более заряжена. То есть когда у нас нет возможности зарядить батарею, нам нужно еще полетать, есть возможность просто перекачать энергию с двух батарей в третью. То есть это очень удобно, на мой взгляд, и мне кажется, это будет пользоваться популярностью среди пользователей дрона Air 3. Если же заряжать батареи от сети, то у нас потребуется примерно 80 минут для зарядки одной батареи. Если мы будем заряжать ее 65-вольтовым зарядником, если мы будем использовать 100-вольтовый зарядник, то у нас примерно уйдет 60 минут на зарядку одной батареи. Со всей этой новой электроникой, которая появилась в дроне, появилась возможность более умного, скажем так, продвинутого возврата домой. Теперь дрон будет облетать препятствия и планировать свой маршрут до точки взлета, если вдруг оборвался сигнал, по наиболее оптимальному пути, облетая все препятствия. Ну и еще одна новая функция, которая не была ранее в дронах серии Air, это вертикальное видео. Но только это реализовано не как в формате Mini 3, когда наша камера может просто перейти в вертикальный режим из горизонтального. В Air 3 это реализовано немножко другим способом. При съемке вертикального видео наше видео снимается в 2,7К, и оно просто обрезается по сторонам. То есть мы можем выбрать вертикальное видео, оно у нас урезается по краям, и у нас будет оставаться вертикальное видео, которое мы можем уже сразу скачать себе на устройство, для публикации в каких-нибудь соцсетях. То есть нам не надо потом на телефоне, либо уже в монтаже, в программах обрезать наше видео вертикально, оно уже автоматически будет сниматься в вертикальном формате. То есть тоже довольно-таки удобный формат, когда нам не надо перекидывать материал для того, чтобы где-то там обработать, где-то смонтировать, где-то обрезать, где-то следить. Мы можем сразу снять в вертикальном формате, что опять же очень удобно. Это также работает в двух камерах, и на 24 мм, и на 70 мм. Мне кажется, функция классная, удобная, и хорошо, что ее завезли. Жалко, что ее нету в третьем Mavic. Возможно, в дальнейшем с обновлениями они также добавят эту возможность, так как это просто берется полный формат кадра и урезается по краям, оставляя только вертикальный формат. Надеюсь, с дальнейшими обновлениями эта функция появится и в других дронах серии DJI. Ну и напоследок, DJI также презентовали новое мобильное приложение, которое называется LightCup. Это приложение, в котором есть возможность быстрого монтажа. То есть телефон подключается к вашему дрону, и вам не надо перекидывать ваши файлы на компьютер, либо же на телефон, для того, чтобы с ними что-нибудь сделать. Вы подключаетесь к вашему устройству и напрямую работаете с файлами, которые хранятся на его хранилище, то есть на его флешке. Вы можете смонтировать сами какой-нибудь ролик, вы можете смонтировать ролик по готовым шаблонам, когда уже кто-то смонтировал, просто вам понравился шаблон кадров под именно сам монтаж, под музыку, под ритм. Вы выбираете, и дрон автоматически проверяет кадры, которые вы сняли, и монтирует под этот шаблон. Или же можно довериться искусственному интеллекту, который заявлен в этом приложении. И искусственный интеллект в этом приложении определяет, какие кадры вы снимали, то есть где вы летали, что вы снимали, есть ли там люди, есть ли там улыбки, то есть улыбающиеся люди. Если это все есть, он дрон сам определяет, как лучше это все смонтировать, исходя из того, что вы снимали. Сам подберет музыку, ну и выдаст вам готовый ролик, который вы можете либо потом подправить, либо же сохранить к себе на устройстве и в дальнейшем уже поделить в соцсетях. В целом функция удобная, будет интересно проверить, как она будет работать на реальных, скажем так, на реальных кадрах с реальными условиями, с реальными съемками. DJI очень классно разграничили свою серию дронов как раз таки этим серией Air, так как Mini 3 классная серия дронов, но она легкая, компактная и подходит для новичков, либо же для путешествий. То есть когда ты едешь в какую-нибудь страну, в другой город, у тебя с собой рюкзак, какие-то вещи, намного легче взять с собой маленький компактный дрон, нежели тащить с собой огромный тяжелый Mavic 3 Pro, так как разница в весе у них просто колоссальная. И Air 3 очень классно становится посередине. То есть у него есть какие-то функции, которых нету в мини-серии, к примеру, две камеры, но при этом у него нету каких-то функций, например, полноценный серый профиль D-Lock, который есть в серии Mavic 3 Pro. Плюс у Mavic 3 Pro, да, три камеры, есть еще версия Sign с кодеком ProRes. Когда-то у меня такой дрон был, пока не утонул. Сейчас на замену приехал Mavic 3 Pro. Поэтому DJI, повторюсь, очень классно сегментирует свои дроны для того, чтобы у людей была возможность выбора. Они хотят купить что-то подешевле, более легкое, компактное, либо же что-то более универсальное, как Air 3. То есть он и летает долго, и снимает хорошо, или же более профессиональную машину Mavic 3 Pro. И в этом серия Sign, и выше. То есть за счет своих грамотного разделения у пользователей есть возможность выбора. Это очень здорово. Ну и подытожим. DJI Air 3 получился довольно хороший дрон с двумя камерами. Да, жалко, что эти камеры не доработали. Взяли одну камеру от Mavic 3, вторую камеру взяли от Mavic 3 Pro и что-то собрали общие, какие-то функции оттуда взяли, какие-то функции оттуда взяли. То есть нет ничего нового. Но в целом то, что дрон обновили, теперь у него есть новые батареи, есть возможность перекачки энергии из одной батареи в другую, что опять же очень удобно. Есть возможность вертикальной съемки, хоть и не полноценно урезанно, но тем не менее эти все функции классные и я думаю, что людям, пользователям дрона Air 3 эти функции все зайдут. Ну и на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, это очень сильно поможет продвижению моего канала. Также пишите в комментариях, понравился ли вам этот дрон и какой дрон выбрали бы вы. серия Mini, Air или же Mavic. То есть, какой дрон для ваших целей подошел бы больше всего. Конечно же, пишите в комментариях свои вопросы, я их всегда читаю, отвечаю и очень рад с вами пообщаться. Ну и на этом у меня все. Всем пока-пока.